ПРАВДА ОБНЛО 4 октября 1967 года. Новая Шотландия. Сотни людей видели странный объект, который упал в воды порта Шек-Харбор. Подобные случаи бесспорно относятся к разряду необъяснимых. Их происхождение непонятно обычному человеку. Объект светился яркими огнями и медленно снижался к воде. Канадский Росвилл. 4 октября 1967 года. В небе над канадской провинцией Новой Шотландии происходило нечто необычное. Внимание сотен людей привлекли странные вспышки высоко над землей. Эти события впоследствии будут называть Ночь НЛО. Небо было ясным и звездным. Той ночью было холодно, дул ветер. Была прекрасная звездная ночь. Ночь 4 октября запомнилась мне по нескольким причинам. Но самое главное это то, что об этих событиях я смело могу сказать. Верю своим глазам. Как обычно, в 10 часов вечера 12-летний житель города Дартмута Крис Стайлс собирался лечь в постель. Случайно он бросил взгляд в окно. То, что он видел, потрясло его навсегда. Вдоль линии берега струился странный оранжевый свет. Никогда раньше я такого не видел. Было немного туманно, поэтому какие-либо детали различить было трудно. Я схватил куртку и выскочил на улицу, чтобы рассмотреть все вблизи. Стайлс одним из первых оказался на берегу, поэтому смог все хорошо рассмотреть. Я подошел к воде и увидел странный оранжевый шар в метрах в 20 от себя. Цвет у него был, как у сильно раскаленного металла. Объект парил над водой на высоте около 4 метров. И ничего не нарушало тишину. Мне стало жутко. И через несколько минут я убежал оттуда. Пока Стайлс искал убежище, странный объект курсировал над Шек-Харбором. Но события того дня надолго остались в его памяти. Так в 12 лет впервые в своей жизни я испытал неописуемый страх. Однако случайная встреча Стайлс с НЛО стала лишь началом событий, охвативших в ту ночь Новую Шотландию. Часом позже в небольшом рыболовецком городке на юге Пиренейского полуострова также заметили странные вспышки. 18-летний рыбак Лори Викинс ехал домой с тремя друзьями. Неожиданно его внимание привлек необычный объект в небе. Мы направлялись к Вудс-Харбору, через Шек-Харбор. Проехав почту, мы увидели в небе сначала одну вспышку, потом еще и еще. Всего их было четыре. Они были желтого и оранжевого цветов. По шоссе они ехали одни. Викинс старался не упускать из поля зрения странные вспышки. Через несколько минут объект начал бесшумно снижаться под углом в 45 градусов. Казалось, он двигался вместе с нами, но когда мы достигли подножья холма, он неожиданно исчез. В нескольких километрах от того самого места 18-летний Норман Смит ехал домой с другом и видел в небе нечто подобное. Мы возвращались с вечеринки и в этот момент заметили свечение в небе. С первого взгляда было понятно, что необычный свет имеет внеземное происхождение. Мы остановились у обочины, я вышел из машины, чтобы разглядеть эти вспышки получше. Их было пять, и они находились высоко в воздухе. Они были как пять оранжевых лун, выстроившихся по размеру, от самой маленькой до самой большой. В течение некоторого времени Смит пристально вглядывался в объект. С каждой минутой ему становилось все тревожнее. Я был очень напуган, но я не знал, что это было, и никогда в своей жизни не видел ничего подобного. А тем временем Лори Викинс и его друзья отправились в погоню за необычным объектом. Вскоре они увидели очередную яркую вспышку и услышали звук, похожий на свист падающей бомбы. Им показалось, что она падает на порт, и друзья помчались к берегу. Около минуты мы поднимались на холм. Оттуда нам удалось разглядеть свет в воде. Викинс подъехал к самой воде, чтобы лучше видеть происходящее. Свет, который мы увидели в порту, был больше похож на полусферу желтоватого оттенка. Первое, что пришло в голову, это позвонить в полицию и сообщить, что мы стали свидетелями авиакатастрофы. В тот момент мы все были уверены, что это действительно авиакатастрофа. Викинс вернулся в машину и доехал до ближайшей телефонной будки. Он позвонил в главное управление канадской полиции. Здесь ее называют RCMP. Часы показывали 23 часа 25 минут. Дежурный Капрал снял трубку и услышал возбужденный голос Викинса. Полицейские подумали, что мы набухались. Но мы ответили, что ничего не пили. Они уточнили у нас лишь номер телефонной будки. Офицер полиции скептически отреагировал на рассказ Викинса. Но едва он положил трубку, как звонки посыпались один за другим. Звонили жители близлежащих населенных пунктов. И все рассказывали похожие истории. У полицейских не оставалось выбора. Им пришлось поверить. Мы уже собирались уезжать, когда они перезвонили нам, чтобы узнать, где мы находимся, и договориться о встрече. Я назвал ему наши точные координаты и сказал, что мы наблюдаем за ситуацией. К этому времени Норман Смит уже предупредил людей о появлении загадочного объекта над портом. Мы подъехали к дому моего отца, и он вышел к нам на улицу. Мы стояли вместе, и вместе смотрели на эти загадочные объекты в небе. Прошло еще немного времени, и до нас донеслись сигналы полицейских машин. Смит направился за полицейской машиной к автостоянке у берега, где уже собралась толпа людей. Когда мы подъехали, там было около 16 человек, включая полицейских. Все они местные жители. Они смотрели на луч света, который спускался к поверхности воды. И жители города, и полицейские видели тусклый желто-оранжевый свет на расстоянии около 250 метров от берега. Тьма была кромешной. Единственное, что можно было различить, это свет на воде. Мы наблюдали луч света около 10 минут. Чем ниже он спускался, тем выше мы поднимались к вершине холма, чтобы лучше разглядеть его. Все присутствующие считали, что стали свидетелями авиакатастрофы. В 23.38 один из полицейских позвонил в Галифакс, в Центральную службу спасения. Она должна была организовать поисково-спасательную операцию. Полицейские также связались с ближайшим пунктом береговой охраны. Сторожа маяков объявили тревогу. В ту ночь я был на дежурстве, на маяке. Около полуночи мне сообщили, что в порту ведутся поиски объекта, который потерпел крушение. Ну что ж, такое бывает. Тем временем офицеры полиции начали свое собственное расследование. На лодках местных рыбаков они отправились к предполагаемому месту крушения. Жители городка были также вовлечены в процесс поиска. Кто-то вошел к нам во двор. Мой муж выглянул за дверь и увидел там полицейского. Нам сообщили, что какой-то объект упал в воду в порту. И что, скорее всего, это самолет. Полицейскому срочно нужна была наша лодка. Он очень торопился. Я возвращался домой поздно вечером. По дороге меня остановил один местный рыбак. И очень взволнованным голосом сказал, мы должны помочь найти выживших после авиакатастрофы. Конечно, я не отказал ему. Это долг любого нормального гражданина. И мы поехали на место. Все, что мы могли сделать в тот момент, это доплыть до места крушения как можно быстрее. Мы бросились к причалу, сели в свободные лодки и стали грести как можно быстрее, чтобы успеть спасти кого-нибудь. Было уже около полуночи. Две рыболовецкие лодки быстро скрылись в темноте. По поверхности воды скользили лучи спасательных прожекторов. Поиски начались. Мы очень тщательно искали какие-нибудь обломки на поверхности, но ничего не было. Люди в лодках находились в подавленном состоянии. Они пытались взять себя в руки перед тем, как увидят обломки самолета и плавающие тела. Но они обнаружили совершенно другую картину. Удивительно, но в воде мы увидели пену. Самую настоящую мыльную пену. Но она была оранжевого цвета. Это была длинная полоса пены. Она плавала на поверхности. Но что это было на самом деле, я не знаю. Не возникало сомнений, что появление загадочной пены связано с объектом, упавшим в воду. Норман Смит попытался взять образцы этого вещества для исследования. Сделав круг, лодка снова вошла в пену. Я нашел небольшой сосуд и осторожно погрузил его в воду, прямо в пену. Когда я поднял сосуд, он был пуст. В нем абсолютно ничего не было. Всю свою жизнь я занимаюсь рыболовством. И никогда, никогда не видел ничего подобного. Я рыбачил на реках, на озерах, в открытом океане, но ничего похожего на эту пену не встречал никогда. Странная пена постепенно исчезла в темной воде. Но самым удивительным было отсутствие каких-либо обломков на месте катастрофы. Если что-то и упало в воду несколько минут назад, оно полностью растворилось. Все мы хотели найти хоть какие-то доказательства крушения или авиакатастрофы, но там ничего не было. Ничего абсолютно. Мы там были всю ночь. Мы прочесали эту зону в радиусе нескольких километров в надежде найти хоть что-нибудь, хоть какие-то обломки. Но нам так ничего и не удалось обнаружить. Служба спасения запросила графики движения авиадранспорта в Центре наблюдения за воздушным пространством в Монктон-Нью-Брунсвик и в северной бухте озера Онтарио. Необходимо было проверить, пропадал ли в этот период времени какой-либо гражданский или военный самолет. Полученные данные однозначно подтверждали, авиакатастроф не было и самолеты с радаров не пропадали. Спасатели поняли, что это не авиакатастрофа и что они ищут нечто, не поддающееся разумному объяснению. Многие стали понимать, что, возможно, это НЛО. Жители Шэг-Харбора поняли, что темные прибрежные воды поглотили в своей тучине страшную тайну. Но никто не знал, какую именно. Шэг-Харбор – маленький рыболовецкий городок на юго-западном побережье Новой Шотландии. Он настолько мал, что вряд ли его можно найти на карте. Но все изменилось 4 октября 1967 года, после того, как по свидетельствам местных жителей, в портовые воды упал неизвестный самолет. С этого момента события, происходящие в Шэг-Харборе, освещали газеты по всему миру. В течение нескольких часов местные рыбаки, офицеры полиции и береговая охрана исследовали портовые воды с одной целью – найти обломки. Уже на следующий день многих людей стали мучить сомнения и страшные догадки. Я думаю, у всех в ту ночь было ощущение, что от нас что-то скрывают. Вскоре мир облесела новость о том, что никаких следов крушения найдено не было. Официальные власти не давали никаких комментариев. Это мгновенно спровоцировало различные слухи. Поговаривали, что в воду упал НЛО, но никто не знал точно, что это такое и как это выглядит. Люди были очень напуганы. Они хотели знать, что ждет их впереди. Возможно ли такие же происшествия? Упадет ли еще что-нибудь на их дома? И что вообще происходит? В конце концов, Центр службы спасения опроверг информацию о падении самолета. Утром 5 октября в 10 часов 20 минут Центр службы спасения послал телеграмму под грифом «Срочно» в Главное управление канадских силовых ведомств в Оттаву. Телеграмма содержала показания очевидцев и офицеров полиции. Явление в Шаг-Харборе было названо «Темный объект». Но самым важным было то, что ему присвоили определение НЛО. Стоит отметить, что первыми термином НЛО стали пользоваться не очевидцы крушения, а власти, которые проводили расследования. К вечеру 5 октября происшествием в порту начали заниматься военные. Изучив телеграмму из Центра службы спасения, командующий эскадроном Уильям Бен отправил срочное сообщение в Главное управление канадского военно-морского командования. В нем предписывалось провести немедленную поисковую операцию в месте происшествия. Если загадочный темный объект не будет обнаружен на поверхности, к поискам должна присоединиться команда водолазов. Может быть, они смогут что-то найти. Морское командование послало группу водолазов ВМС из Галифакса. 6 октября они начали поиски. Погружение проводилось с палубы сторожевого катера 101. В таком маленьком городке, как наш, можно услышать самые разнообразные слухи. Но когда появляются военные с водолазами и снаряжением, когда люди видят, что ведутся поиски, они понимают, ситуация серьезная. Водолазы обследовали участок размером 3 квадратных километра. Сначала они объехали место происшествия, потом буями обозначили место поисков и начали свою операцию. Но их труды не увенчались успехом. Осмотр показал, что в воде присутствует лишь невероятное количество планктона. Поиски носили формальный характер. Они осуществлялись с помощью обычных, мигающих ручных фонарей. Они не позволяли нам приближаться. Мы должны были отплыть от места, где они ныряли. В то время как водолазы исследовали глубины, маленький рыболовецкий городок становился эпицентром всеобщего внимания. 7 октября камеры канадского телевидения снимали водолазов во время их погружений. Эта тема была самой главной в блоке новостей. Канадские периодические издания получали отрывочную информацию о странном происшествии. Среди них была и газета «Кроникл Геррид», с которой сотрудничал в тот период журналист Рэй МакЛеут. В ту ночь я работал. Мне позвонил главный редактор и сообщил о происшествии в порту. Он сказал, что есть много очевидцев, в том числе и офицеры полиции, и я должен был выяснить, что на самом деле упало в воду. Это было серьезное задание, и я отправился его выполнять. Но когда МакЛеут попытался узнать подробности крушения, никто не дал ему никакой информации. Я не услышал ничего конкретного от официальных властей. Ни канадская полиция, ни поисково-спасательная служба не знали, что именно упало в воды Шек-Харбора. Ведь в ту ночь не было фиксировано ни одного крушения. И это было настоящей загадкой. Недостаток информации об этом деле подстегивал любопытство МакЛеута. Он решил провести свое собственное расследование. Любой школьник скажет вам, неизвестность возбуждает воображение. В этой ситуации особенно удивляет, когда силовики заявляют, мы даже предположить не можем, что это, совершенно не представляем, мы ничего не смогли найти. Именно тогда я воспользовался услугами осведомителя из военных. Осведомитель направил МакЛеута в Аттаву, к командующему эскадроном Уильяму Бену. В его военно-воздушной дивизии проводились расследования по делам НЛО. То, что МакЛеут узнал о Шек-Харборе, стало для него неожиданностью. Уильям Бен сообщил мне о нескольких случаях контактов с НЛО, которые имели фактические подтверждения. И его рассказ был тут же размещен в нашей газете. Это была сенсация. 7 октября 1967 года материал, подготовленный МакЛеутом, был напечатан на первой полосе ультраконсервативной газеты «Кроникл Геральт». Когда я увидел свою статью, я подумал, боже, что я наделал. Я и не надеялся, что заголовок будет столь громким. Название статьи было напечатано огромными буквами. Конечно, она подлила масло в огонь. По городу снова поползли слухи. Статью МакЛеута обсуждали во всех уголках Канады. Но больше всего она заинтересовала жителей Шек-Харбора, где на тот момент все еще велись поиски неопознанного объекта. 7 октября морское командование отправило еще трех водолазов на место падения объекта. Поиски продолжались. Жители города ждали ответов, но по-прежнему их не получали. Я думаю, результаты расследования тщательно скрывались. Нам ничего не сообщали. Некоторые официальные представители даже говорили, что им запрещено обсуждать эту тему. Мы надеялись, что спустя несколько дней нам скажут, да, это действительно была авиакатастрофа, самолет найден на дне океана. Но ничего подобного не произошло. Вот такие дела. 8 октября военные завершили свою операцию. В официальных источниках сообщалось, что трехдневные поиски не принесли никаких результатов. Спустя пять дней после крушения, жители города по-прежнему оставались в неведении. Но окончание расследования в Шек-Харборе было лишь началом дела об НЛО, которое становилось все более запутанным. Октябрь 1967 года. Десятки людей стали свидетелями падения неизвестного объекта в воды портового города Шек-Харбор на южном побережье Новой Шотландии в Канаде. Местные рыбаки прочесали береговую линию. Они пытались обнаружить обломки на поверхности воды. Водолазы ВМС исследовали дно. Внезапно поиски были прекращены. От нас что-то скрывали. Многие это почувствовали. Потратить столько времени и сил на поиски и не дать никаких объяснений, это очень странно. Ответов опять не было. Новая волна слухов распространилась с необычайной быстротой. Стали поговаривать, что они все-таки что-то нашли. Мы почти не сомневались, что они обнаружили обломки корабля. Один из дайверов признался, что они действительно что-то подняли со дна. Какую-то штуку. Я не знаю, что за штуку. Ходили самые невероятные слухи. Но так всегда бывает, когда что-то недоговаривают. Начинается спекуляция. В течение 60-х годов слухи о появлении НЛО и подобных неизвестных объектах считались издержками холодной войны. В тот период ядерное противостояние между США и СССР достигло максимума. Две сверхдержавы непрестанно обвиняли друг друга в испытаниях новейшего оружия. Секретные операции проводились на севере Атлантики. Все эти факты накаляли атмосферу и усиливали интерес к странному происшествию. Никто не забыл об этом случае. Ведь он произошел всего через несколько лет после кубинского кризиса. И это только усилило интерес. И люди начали придумывать различные теории. Может, это секретный американский аппарат упал в воду? Самолет или спутник? Или может, это русский аппарат? Журналист Рэй Маклеуд пытается докопаться до правды. Некоторое время его статьи выходят на первых полосах солидной газеты «Кроникл Геральт». Однако его старание пролить свет на эту историю приносит неожиданный и обескураживающий результат. У меня была важная информация для главного редактора газеты. Но он сказал мне, не копайте эту историю. Ею должен заниматься кто-нибудь из репортеров, давно работающих над этой темой. Им проще наладить контакты. Мы ведь хотим основательно расследовать это происшествие. Дело было передано Дэвиду Бентли. Маклеуд знал, что Бентли встречался с учеными, чтобы собрать информацию, опровергающую факты появлений НЛО. Он обращался только к тем ученым, которые пренебрежительно относятся к так называемым НЛО, и отрицает саму возможность их существования. Главным единомышленником Бентли был один из самых искренних разоблачителей НЛО, астроном, священник Майкл Борг Гаффни. Недавно умерший священник Майкл Борг Гаффни был иезуитом. К таким явлениям, как НЛО, он относился скептически. На этот счет у него была своя точка зрения. Он всегда старался унять людские страсти вокруг неопознанных объектов. Через несколько недель после необычного происшествия, Майкл Борг Гаффни провел публичное обсуждение событий в Шек-Харборе. Он пытался успокоить людей. Борг Гаффни пояснил, что 94% так называемых НЛО – это обыкновенные природные явления, например, такие, как метеориты. Пока священник Борг Гаффни приводил свои аргументы, Стайлс интересовался, что именно обнаружила группа Уильяма Бена. Ходили слухи, что в портовых водах могло быть найдено нечто конкретное. Я спросил у Бентли, почему он не поедет в Атаву, к командующему эскадроном Уильяму Бену. Он ответил, что такого человека не существует, и подобного эскадрона в Атаве тоже нет. И посоветовал мне забыть об этой истории. Неужели Кроникл Геральт испытывала давление со стороны канадских властей? Мак-Леут понял, что эта история уже никогда не попадет в газеты. Тяжело осознавать то, что ты не можешь воспользоваться своими связями и контактами, чтобы донести до людей правду. Ведь они имеют право знать, что там произошло. Журналист чувствует себя беспомощным, когда не в силах этого сделать. Вскоре представители канадского телевидения пересекли границу своей страны и направились в Колорадский университет к известному физику Эдварду Кондону. Кондон и его группа проводили исследовательскую работу для ВВС США по контракту в полмиллиона долларов. Перед учеными стояла задача дать независимую оценку феномену НЛО. Кондон наблюдал за подобными явлениями во всем мире. Он заинтересовался событиями в Шек-Харборе. Ему необходимо было понять, стоит ли ВВС США расследовать эти происшествия. Интересно ли это происшествие с точки зрения уфологии? У них были огромные средства и первоклассный штат. Но, по мнению Криса Стайлза, Кондон и его команда не отнеслись к этому случаю с должным вниманием. Дело было передано Норману Левину. Он звонил несколько раз в Атаву, в Главное управление канадской полиции и в военно-морское ведомство. Но его заверили, что они уже провели полноценное и тщательное расследование. Конечно, было ошибкой с его стороны в это поверить. Разве можно верить властям? Происшествие в Канаде стало одним из 59 явлений НЛО, которое Кондон и его команда включили в свои исследования. Дело номер 34 – это итоговый отчет, представленный учеными 31 октября 1968 года. Документ содержал 900 страниц информации. Его заключала фраза «Дальнейшее расследование дела считать необоснованным». Кондон подытожил доклад словами. За последние 20 лет к нам на Землю из космоса не прилетало ничего, что можно было бы отнести к науке, уфологии. Я думаю, серьезное научное исследование НЛО всегда заканчивается одним и тем же. Ведь критерии довольно жесткие. И часто, когда случаются подобные истории, совсем не важно, каким определением вы пользуетесь и насколько вы точны и аккуратны. Итогом все равно не поверят. Я думаю, именно это и произошло с историей в Шек-Харборе. Никто не настаивал на ответах. Так случай в канадском порту стал еще одной неразгаданной тайной. Новости об этом происшествии постепенно перекочевали с первых полос на последние. Через месяц газетчики и вовсе забыли о том, что случилось. Люди занимались домашними делами, ели сэндвичи, ходили на работу. Но 25 лет спустя расследование происшествия в Шек-Харборе приняло новый оборот. Благодаря нескольким сенсационным открытиям, стало понятно, что это дело закрывать пока рано. В октябре 1967 года более десятка человек стали свидетелями падения НЛО в воды Шек-Харбора. Но даже спустя 25 лет многие вопросы по этому делу оставались без ответов. Это было совершенно неординарное событие. Какой-то объект приземлился с неба на воду. Но что именно он из себя представлял, было непонятно. Один из свидетелей той ночи до сих пор не может забыть увиденное над портом. Крис Тайлз заметил НЛО из окна своего дома. Позднее, в 92-м году, Крис увидел телевизионную программу, которая изменила его жизнь. Я посмотрел передачу о событиях в Росвиле по телевизору и сразу вспомнил Шек-Харбор. Ведь тогда никто не отрицал, что это был настоящий НЛО. В том числе не отрицали этого и официальные лица. А ведь к тому времени я уже почти забыл о том, что видел в детстве. Стайлз принял решение провести свое собственное расследование. Он запросил документы, касающиеся этого дела, из Канадского национального архива и из Департамента национальной безопасности. Через несколько недель документы поступили в главную библиотеку Галифакса, записанной в виде микрофильмов. Началась кропотливая работа. Когда вы сидите и просматриваете документ за документом, вы понимаете, что бюрократы, которые составляют их, ничего не упускают. Микрофильмы содержали информацию о появлении НЛО в Канаде в период с 1965 по 1981 годы. Это все равно, что искать иголку в студии сена. Несколько недель Крис Стайлз изучал микрофильмы. Чего там только не было. Срочные телеграммы из Центра службы спасения в военное командование Канады, инструкции для водолазов военно-морского флота от Канадского морского командования, а также многочисленные показания очевидцев. Однажды, просматривая один из официальных документов, Стайлз ясно осознал, что перед ним очень важное письмо. Надпись НЛО я встретил трижды на трех конвертах. Все они относились к происшествию в Шек-Харборе. Я сразу понял, что передо мной уникальные документы. Неужели Стайлз наткнулся на то, что правительство Канады тщательно скрывало? Он понял, что ему нужна помощь. Крис связался со своим коллегой Доном Леже, и они начали работать вместе. Крис очень заинтересовался событиями в Шек-Харборе. Год или полтора он занимался сбором материалов и поисками очевидцев. Он горел этим. И в конце концов Крис втянул в это и меня. Я не мог ему отказать. Тщательное изучение рассекреченных документов помогло восстановить в деталях картину той ночи, 4 октября 67-го года, и вспомнить все до мельчайших деталей. Эти документы произвели на меня колоссальное впечатление. Просто выбили почву у меня из-под ног. Просматривая документы, Стайлз понял, что канадские военные знали гораздо больше, чем говорили. Меня очень удивил тот факт, что военные спокойно воспринимали то, что они ищут объект неземного происхождения. В определенном смысле это можно считать официальным подтверждением существования НЛО. Стайлз обнаружил в документах, что подобные события происходили не только в Шек-Харборе. Были собраны показания свидетелей, живших во всех уголках Новой Шотландии. Неожиданно для себя Стайлз наткнулся на один отчет, который можно было считать верным источником. Он назывался «Испытание летчиков гражданской авиации». 4 октября 1967 года в 19 часов 15 минут два пилота канадских авиалинии летели рейсом номер 305 на высоте 5 километров над юго-восточной частью Квебека. Капитан Пьер Шарбано и первый пилот Роберт Ральф увидели в левом окне пилотской кабины объект, поразивший их своим видом. Это был вытянутый цветной объект, похожий на воздушного змея. Он парил чуть выше самолета, у его левого крыла. Вот такая вот история. Опытные пилоты были в недоумении. Они наблюдали, как странный объект парит в воздухе, затем увидели несколько вспышек. Согласно их показаниям, когда они начинали предпринимать какие-либо действия, НЛО скрывался в облаках. После некоторых колебаний пилоты решили сделать официальный доклад о странном происшествии. Пилоту нелегко пойти и доложить об НЛО, особенно летчику гражданской авиации. Если такое происходит, ему не избежать насмешек коллег и проблем с руководством. Все посчитают его идиотом. Продолжая поиски, Стайлз наткнулся на неожиданный источник информации. В университете Святой Марии в Галифаксе он нашел документы, собранные Борком Гафни, скептически настроенным по отношению к НЛО и публично опровергавшим его появление в Шек-Харборе. Мне повезло, что эти документы, секретные документы, были там, потому что об этих документах не было упоминаний ни в Национальном архиве, ни в канадской полиции. Секретные документы канадской полиции, собранные священником Борком Гафни, содержали множество деталей той ночи. Один из отчетов включал показания капитана судна Лео Мерси. Он был капитаном рыболовецкого судна. В его подчинении находилось 18 человек. Судно вышло в море из Самбра, Новая Шотландия, и неожиданно они увидели 4 НЛО. Он увидел объекты, обнаружил их на радаре и все зафиксировал. Но в отчете Мерси есть некоторая недосказанность. В нем упоминается о поисках НЛО в Шельбурне, в 40 километрах севернее Шек-Харбора. В этом документе есть следующая фраза. Я видел объект, похожий на тот, что они искали в Шельбурне или Шек-Харборе. Следовательно, мы можем сделать вывод. Одновременные поиски велись и в Шельбурне. Мог ли НЛО после своего падения каким-либо образом покинуть Шек-Харбор? Если это действительно произошло, то связано ли это с тем, что Шельбурн являлся местом дислокации канадской военной базы? Или так же, как и Шек-Харбор, его окружала обстановка секретности? На протяжении 60-х годов военные исследования в Шельбурне проводились под маркой Института океанографии. Причины появления Института – холодная война. В основном с базы в Шельбурне велась прослушка секретных радиопередач о маневрах советской субмарины в северной части Атлантики. Советская субмарина вошла в воду Атлантики для совершения маневров. Они записывали и фиксировали в компьютере шум двигателя, а компьютеры у них тогда были на высоте. Это делалось для того, чтобы противостоять в случае чего противнику, ведь такая необходимость тоже могла возникнуть в те времена. Могли ли канадские власти, используя технические возможности этой субмарины, определить местонахождение затонувшего НЛО? Проводили ли ВВС США секретные поиски в Шельбурне, в то время как всеобщее внимание было приковано к событиям в Шек-Харборе? Продолжая свое расследование, Стайлс решил найти и опросить тех, кто знал больше всего – водолазов, исследовавших глубины Шек-Харбора. 4 октября 1967 года Крис Стайлс стал одним из свидетелей странного явления в небе над Новой Шотландией. Позднее он попытался выяснить, что именно это было. Он изучил рассекреченные государственные документы. В них говорилось о том, что канадские власти вели поиски НЛО, который, скорее всего, упал в воды Шек-Харбора. Официальные власти утверждали, что ничего не нашли на месте крушения, но у Стайлса были основания предполагать, что водолазы приоткроют завесу секретности. Не все согласились говорить со мной, но те, кто решился, рассказывали очень интересные вещи, и эта информация отличалась от той, которую давали СМИ. 9 апреля 1993 года. Один из водолазов согласился дать интервью при условии полной анонимности. Он шокировал Стайлса сообщением о том, что они действительно кое-что обнаружили под водой, но не в Шек-Харборе. Водолаз сказал, что поиски действительно переместились в Шек-Харбор. Они знали, что объект находился там, на дне, в 40 километрах от военной базы в Шельбурне. Возможно, НЛО избегал встречи с людьми, перемещаясь под водой вверх по побережью Новой Шотландии. Если это правда, то она означает, что канадские военные вели секретные поиски в Шельбурне и скрывали это от всех остальных. Признание водолаза поставили Стайлса в тупик. Эта история встревожила меня. У нас в руках находились секретные государственные документы, но об этом там не говорилось ни слова. Меня это очень насторожило. Крис Стайлс пытался понять, были ли поиски военных в Шек-Харборе лишь уловкой, для того, чтобы отвлечь внимание от реальных поисков. Между тем, рассказ водолаза становился все более невероятным. Когда водолазов прислали на место дислокации, они погрузились в воду над предполагаемым объектом и увидели его. Но они обнаружили там и еще один. По их словам, он оказывал помощь первому. Я не знал, что делать. Эта история совершенно отличалась от официальной информации. Водолаз сообщал, что корабли ВВС США и канадские суда бросили якоря над объектами и отслеживали каждое их движение. По его словам, когда они с напарником погрузились в воду, они совершенно точно увидели живых существ. Они были над ней и увидели каких-то созданий, которые окружили упавший объект. Что это были за создания? Но рассказ канадского водолаза на этом не закончился. Он сообщил также, что ВВС США изучали объекты в течение 7 дней. Но операция была внезапно прекращена из-за русской субмарины, которая пересекла канадские территориальные воды. В этой критической ситуации кораблям пришлось отправиться на перехват субмарины. Они должны были задержать советскую подлодку и вышли в море. Через некоторое время оба НЛО начали двигаться по направлению к заливу Мэй, поднялись на поверхность воды и улетели, тем самым взорвав операцию по задержанию. Есть ли еще свидетели, подтверждающие фантастическую историю водолаза? Видел ли кто-нибудь эти два НЛО, покидающие воды Шельбурна? Может быть. 11 октября в 10 часов, ровно через неделю после событий в Шашарборе, люди снова видели странный свет в небе. Его заметила семья, жившая в 55 километрах от Шельбурна. Через неделю, в это же самое время, они смотрели на так называемый Локленд Кэмерон и увидели, как два светящихся объекта поднялись в небо над Шекхербором и улетели прочь. Это свидетельство полностью совпало с рассказом водолаза, и мы не можем это игнорировать. Неужели водолаз был прав? Иноземный космический корабль потерпел крушение и упал в воды порта? Или есть какое-либо еще объяснение? Вот что рассказывает бывший сторож Мэйка. На второй день я нашел предмет в форме цилиндра. Я понял, что это необычный цилиндр. Я такого никогда раньше не видел. Размером он был примерно 80-100 сантиметров в длину и около 150-200 сантиметров в диаметре. Часть цилиндра была обгоревшей, и из него торчали провода. И пахли они? Ужасно пахли. Бэнкс уведомил канадский транспортный департамент о том, что нашел странный цилиндр на каменистом берегу острова Бонд-Портедж. В департаменте ему посоветовали быть осторожнее, упаковать предмет и сдать на осмотр офицеру на пристани. Должно быть, этот предмет был им очень нужен. Ведь офицера прислали на самолете из самой Вирджинии. По крайней мере, он так сказал мне. Но что же было такого необычного внутри цилиндра? Несмотря на то, что я работал в то время на федеральное правительство, я не знаю ответа на этот вопрос. События тех дней до сих пор остаются для всех тайной. По некоторым предположениям, они напрямую связаны с секретными военными экспериментами времен Холодной войны. Я предполагаю, что это был какой-то вид беспилотного самолета, который они захотели вернуть на свою базу. А почему бы и нет? Я думаю, это был какой-то управляемый объект, который упал сам или был сбит. Я считаю, это был самолет. Американский военный самолет. Их оппоненты считают, что объект, способный функционировать над и под водой, может быть только внеземного происхождения. Даже сейчас, во времена существования самолетов-невидимок, нет ни одного аппарата, имеющего как аэро, так и гидродинамические функции. Что это был за объект? Этот вопрос нас по-прежнему интересует. Что бы там ни было, им управляло разумное существо, и оно было неземным. Быть может, когда-нибудь увидят свет военные архивы, связанные с секретными испытаниями. Если это произойдет, возможно, прольется свет на загадочные события в Шек-Харборе, которые произошли 4 октября 1967 года. Нам остается только ждать. А тем временем воспоминания людей, видевших той ночью падение странного объекта в океан, становятся все более расплывчатыми. Я до сих пор вглядываюсь в небо, и пытаюсь разглядеть там хоть что-то, напоминающее объект, который я увидел в ту ночь более 30 лет назад. Я бы так хотел узнать, что это было на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok